Россия – великая автомобильная держава. В России единственное всесезонное транспортное средство – это естественный автомобиль. В России, а в Магнитогорске особенно, автомобилисты голову включают в последнюю очередь, и, раздолбив взятый в кредит дорогущий автомобиль, приобретя что-то подешевле, а может и БУ, ищут сервис. Сервис по-магнитогорске – это в большинстве случаев гараж либо бокс, и никакой инфраструктуры. Естественно и абсолютно аналогично разделять кузовной длительный ремонт и мелкосрочный. Естественно, зная в теории либо на практике элементарный процесс замены масла и фильтров, более сложный замены тормозных колодок, требующий навыка замены амортизаторов и специального оборудования замены шаровых и рулевых, абсолютно логично предположить, с какого такого за откручивание и прикручивание 50 гаек либо болтов платить космические суммы. Кстати, ваш любимый частник, ранее недорогой такой, почувствовав слабину, запросто впаяет вам полную оплату в тот самый момент, когда деньги у вас есть. И это далеко не самая сладкая проза жизни, типа груза не ближнего своего. То есть временное обезличивание вашего в торг спасает от разорения кошелька. И грамотное сочетание цены, норма часа и качества предоставленных услуг можно найти. И что особо радует, до гениального и единственного разумного сочетания большой проходимости и оптимальной цены, сервисы при крупнейших дилерских центрах уже дошли. Объясните мне, пожалуйста, мне казалось, что у официальных дилеров цены должны быть просто космические на развал схождения, на шиномонтаж и на балансировку. У нас цены невысокие. Замена масла 200 рублей, шиномонтаж 640, развал схождения от 500 рублей. На более, если работы много, о цене можно договориться просто. Ну это понятно. Сейчас и рыночные отношения, и тем более, когда конкуренция большая. Вы как можете выживать в духе конкуренции? Сколько машин одновременно можно обслужить? Одновременно можно обслужить 7 автомобилей. Плюс еще развал схождения, отдельный подъемник. То есть 7 автомобилей может приехать и поменять масло спокойно. Масло купим здесь же в разлив? Да, можно на разлив, можно посованный. И масляные фильтры как бы на каждый автомобиль подберем. Есть в наличии? Есть. А ремни, свечки и все остальное? Все, в принципе, все есть. Мы здесь видим фактически ваш автомобиль, то есть то, что Автоград любит продавать и любит обслуживать. Фиат, Сангьянг, Хенде. А владельцам других автомобилей, что, сюда путь заказан? Не обязательно, конечно, пускай приезжают. Все сделаем, все отремонтируем. Чем можно гордиться? Я специально открыл ящик и вы знаете, убедился в том, что все инструменты в исправном состоянии и как бы есть в наличии. То есть люди любят свою работу? Ну, конечно. И наличие инструмента всегда проверяется. Чтобы его было достатки. Так что есть в Автограде? В Автограде действительно большая сервисная зона. В Автограде можно заказать запчасти, либо купить из наличия. В Автограде проводится весь перечень работ по обслуживанию авто. Действительно весь. И электрик есть, и два развальных станка, и оптику настроят, и резину, и машину помоют. И кофем, и сладостями накормят. И вообще, лучший убийца свободного времени – это шоппинг. А лучший шоппинг для автомобилиста – это опять же Автоград. Единственное непонятное, так это почему здесь при прохождении ТО нельзя талон ТО получить? Думается, этот недостаток желаниями правительства и руководства Автограда исправят. И в конце концов надо понимать, что люди, занимавшиеся и занимающиеся обслуживанием машин по гарантии, естественно приобрели навыки в таком сложном и основном принципе сервиса – ненавредим. Потому что, работая по гарантии – принцип. Все, что сломано при откручивании – проблема клиента, а что при прикручивании – наша, как-то не проходит. То есть навыки уважительного отношения к автомобилю, как к недешевому приобретению владельца, а не как к загнанной лошади здесь присутствуют. Поэтому в виде огонек безразличия, либо насмешки и пренебрежения в глазах вашего недавнего друга-мастера, смело расставайтесь с таковым. Есть сервисы достойные, как то – сервис Автограда.